Приветствую, друзья! За последнее время мы познакомились с довольно внушительным числом стационарных ЦАПов на любой вкус и кошелек. Не было только уж совсем каких-то бюджетных решений, способных потягаться своим качеством даже стопами. Сегодня я предлагаю исправить подобную оплошность и познакомить вас с FX-Audio DAC SQ3. Базируется аппарат на самом актуальном на сегодня чипе ESS ES9038Q2M, на USB стоит проверенный XMOS XU208, а за усилительную часть отвечает LME49720 и на предусилителе OPPO 1656. Причем это далеко не все фишки девайса. Подробнее расскажу в этом обзоре. Поехали. Приходит ЦАП в небольшой такой картонной коробке с вклеенным наименованием девайса и адресом сайта, где можно скачать необходимый софт. В комплект нам положили набор документации, USB кабель нового образца и пульт дистанционного управления. По габаритам пульт небольшой, все кнопки прорезинены, а питается он от двух ААА. И все вроде бы хорошо, но умеет пульт только отключать звук и менять цифровой уровень громкости. То есть так себе функционал, однако возможно кому-то именно такое и нужно. Выполнен аппарат из металла в классическом уже стиле на четырех резиновых ножках. Вход тут на удивление только один, это USB. То есть подключить ЦАП можно к компьютеру, телевизионной приставке, смартфону и всему тому, что поддерживает данный интерфейс. Зато в качестве выходов, помимо очевидного линейного RCA, нам предлагают еще и цифровые оптику и коаксиал. Да, оптика и коаксиал тут стоят на выходе. Интересно, правда? Девайс, например, можно задействовать как промежуточное звено с каким-нибудь винтажным дорогим ЦАПом, где и USB интерфейса нет. Питается же девайс исключительно по USB, никаких дополнительных блоков здесь не нужно. Спереди имеем большой, вовсю почти переднюю панель, цветной дисплей с обозначением типа потока, то есть PCM или DSD и текущей частоты дискретизации сигнала. Если же нажимать на кнопочки вот эти вверх-вниз, то можно увидеть как бегут циферки уровня. Зачем это нужно в стационарном ЦАПе? Понять сложно, но кушать оно не просит. Я установил все на максимум и, как говорится, забыл. При работе аппарат немного, но нагревается, своего фонового шума у него нет, да и места на столе он почти не занимает. Я его использовал с моими активными мониторами Yamaha HS80M и усилителем для наушников Topping L30. Завязал все при помощи RCA кабелей KNR. Недорогое, как говорится, но очень солидное решение. Для разбора необходимо выкрутить все четыре винта сзади, после чего экран просто выпадет вам в руки и можно будет извлечь плату из корпуса. Внутри все ровно, как нам и обещали. ЦАП ESS, ES9038Q2M, XMOS XU208 на USB и три операционных усилителя, сменные LME49720 и два впаянных Oppo 1656. Полюбовались, если нужно, заменили LME49720 на что-то поинтереснее и собираем все в обратном порядке. Под Windows 10 ЦАП у меня определился автоматически, спасибо драйверам от старичка D01. Уже спасали меня многократно. Благодаря им мы получаем поддержку даже старых версий операционных систем и столь желанный многими ASIO интерфейс, причем полностью разблокированный. Кому же это все не надо, можно получать удовольствие посредством встроенных Windows, Wasabi, Pash и Event. По умолчанию система предлагает качество до 32 бит, 384 кГц. С устройствами на iOS и Android аппарат работает со всеми приложениями и стриминговыми сервисами, однако, как и всегда, наилучшее качество будет в приложениях с поддержкой BitPerfect режима, например, Hibe или Fiomusic. По замерам перед DAC-SQ3 можно только снять шляпу. Просто превосходно. Все пункты, за исключением неравномерности АЧХ, в состоянии отлично. АЧХ имеет небольшое ослабление на четверть децибела на 20 кГц, то есть вполне допустимое отклонение. Хотя это скорее даже не вопрос ЦАПа, а моего предусилителя. Шумы, как видите, где-то на уровне минус 130 дБ, динамический диапазон 113 дБ, а гармонические и интермодуляционные искажения находятся ниже уровня минус 110 дБ, то есть далеко за пределами человеческого слуха. Что сказать, уровень качества устройства буквально зашкаливает. Просто невообразимо круто для столь недорогого девайса. Для оценки звучания я решил сравнить аппарат со всем, что у меня только есть под рукой из стационарных ЦАПов. Сначала пошла тяжелая артиллерия в лице далеко недешевого SMSL SU-8S. Но то, как SU-8S прорисовывает текстуры, на мой взгляд, вообще недостижимый уровень, даже для аппаратов в три раза дороже. Так что по звучанию DAC-SQ3 топ и не рвет однозначно. Но это как бы и ожидаемо. С обратной стороны я решил сравнить героя обзора с более дешевым FX-Audio DAC-X3. Последний оказался заметно проще в плане отработки тембров и построения сцены целиком. Более-менее DAC-SQ3 схлестнулся только Sonkaz LA-QXD1, который минуточку базируется на том же самом железе, а стоит почти в два с половиной раза дороже. Не скажу, конечно, что это аппараты одного уровня, все-таки Sonkaz заметно детальнее резче, но вот уже где-то близко. А это для ценового разрыва более чем в два раза однозначно рекорд. В двух словах, герой обзора занимает центральную позицию, он не метит верхний эшелон ЦАПов, но снизу хорошо так подпирает середнячков. Что, как на мой взгляд, в очень положительном ключе характеризует DAC-SQ3 и выводит его в разряд звучить дороже, чем стоит. Общий же характер подачи здесь немного сглаженный, сочный и довольно мелодичный. На фоне Sonkaz LA-QXD1 у него чуть больше высоких частот. Бас чистый и текстурный, серединка по-аналогу мягкая, с приятной слуху массой, глубиной и прекрасной проработкой тембров. Высокие тут не задвинуты, но и не слишком акцентированы так, чтобы довольно реалистично выстроить аудиальную картинку и не переиграть с яркостью и резкостью. Все вот ровно как надо. Сильного упора в микродетали и кристальную прозрачность здесь, увы, нет. Подача скорее музыкальная, с такими сочными живыми образами. Отчего в плане музыкальности ЦАПу стоит отдать должное. Играет он очень эмоционально и вовлекающий. Больше всего мне это напомнило FX-Audio DAC-M1, который также был у нас на обзоре. Ну и там ценник заходил за пару сотен баксов. Здесь же за аналогичный девайс с нас просят всего 90 долларов. По стилистике аппарат уверенно себя чувствует как в джазе, так и в тяжелой музыке. Под что-то мультиинструментальное или оркестровое он, конечно, не особо заточен, нет должного уровня проработки. Зато даже один инструмент здесь вполне способен заполнить все музыкальное пространство, поражая масштабностью, если можно так сказать, лиричностью. Электроника, блюз, соул, этника, все отыгрывается на ура. Естественно, это напрямую зависит от качества всего остального тракта. Однако при более-менее прозрачной работе усилителя и хорошей качественной акустике уровень связки для своей цены получается ну просто потрясающий. Знатное такое объемное сбалансированное звучание с возможностью слегка тюнинговать его в нужную сторону при помощи сменного операционного усилителя. Еще раз, это не то резкое и упрощенное звучание, что мы слышали, например, в AIMA DACA5 Pro. Скорее наоборот, здесь мы уже приближаемся к довольно серьезным середнякам в лице FX Audio DAC M1 и Sonkaz LA QXD1. Сухости, отстраненности или холодной нейтральности здесь тоже нет. Герои обзора имеют уклон в мелодичность и такую тумбральную насыщенность. Суммарно от ЦАП FX Audio DAC SQ3 меня очень приятно удивил. Отличный большой экран, пульт дистанционного управления, питание по USB без дополнительных блоков и, помимо классической версии, еще и два цифровых выхода в виде оптики коаксиала. А это уже, прямо скажем, неплохая заявка в свою цену. Ну а то, что тут все измерения на отличные, начинка уровня 200 долларовых аппаратов вообще, на мой взгляд, потрясающая. Ну и нельзя не отметить сочное, насыщенное звучание. С отличной для своего класса прорисовкой текстур, выразительностью и передачей эмоций. Просто превосходный ЦАП по практически бросовой цене. Лучше в сегменте до 100 долларов я лично еще не встречал. FX Audio молодцы, а аппарат однозначная вещь, смело можно брать. Вот такой вот он красавец FX Audio DAC SQ3. А на этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии под данным роликом. Субтитры сделал DimaTorzok